Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Перед началом данного путешествия хочется выразить огромную благодарность всем нашим спонсорам на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Ну что же, как вы могли понять из названия ролика, сегодня у нас система Аватара. Да, у нас есть один ролик по данному моду, по системе Аватара. Он вышел достаточно давно, и, кстати, много уже было изменений касаемо мастерской в Space Engine, куда добавили для планетарной системы, для звездной системы Аватара, различные корабли и какие-то изменения на самих планетах. Итак, что мы знаем о системе Аватара? Собственно, честно признаюсь, я фанат фильма Аватар. Это грандиознейший, наверное, фильм, который только снял режиссер Джеймс Кэмерон. Да и вообще, это самый просто бомбезный фантастический фильм. Ну, после планеты обезьян какого-нибудь там лохматого старого года. Ну что же, ладно, не буду приплетать сюда Терминатора, Чужиха и всего прочего. Короче говоря, мы с вами вновь на планете Пандора. Да, планета Пандора та самая, где у нас живут инопланетные организмы, которые, в принципе, населяют данный мир. Эти живые организмы очень большие, двухметрового роста. И, собственно, там есть удивительная флора фауна. Другие животные организмы, которые не очень похожи на наши, но это очень удивительный мир. Итак, луна Пандора, собственно, является спутником планеты Полифэм. И Пандора это не Земля, ребят. Без специального оборудования земные формы жизни на ней просто не смогут существовать. На планете присутствуют многочисленные вулканы, которые выбрасывают в атмосферу огромное количество сероводорода и углекислого газа. Да, поэтому попытка, ваша попытка начать дышать местной атмосферой приведет сразу же к удушью потери сознания и смерти. Но, тем не менее, относительная доля кислорода сравнительно высока, что позволит, в принципе, позволило бы нам пользоваться обычными какими-нибудь масками-фильтратами для отсева, так скажем, вредных газов и полноценной жизни человека на Пандоре. Итак, обратите внимание вот на этот межпланетный космический корабль. По-моему, если я не ошибаюсь, то этот корабль, да, он так и называется, ISV Venture Star. То есть, на этом корабле, то ли в первой, то ли во второй части, прибыли ученые на данную планету. Я специально скачал данные моды, чтобы было схоже с фильмом и все, что в нем было. Итак, представляете теперь атмосферу, да, любители аватара? Давайте, наверное, ускорим чуть время, чтобы наш корабль плыл в планете Пандора. Ну, а мы прямо сейчас прямиком отправимся, в принципе, на планету Пандору. Если вы хотите, ребят, мы в следующей серии с вами можем рассмотреть всю систему, либо разделить по частям, потому что я вам так скажу. Мы все знаем, что гипотетически, да, эта планетарная система, она находится от Земли на расстоянии четырех световых лет и присутствует в звездной системе Альфа Центавр. То есть, давайте сейчас, это двойная звездная система, я вас сразу определю, да, это очень удивительная система. Сразу определю немножко по планетам. У нас две звезды, это Ригель Кентавра и звезда Толеман. Но Ригель Кентавра самое удивительное, потому что здесь есть пять планет. Это три газового гиганта. Давайте первую посмотрим планета Фаоса. Спутники Фаоса-1, Фаоса-2. Ну, это безвоздушные мини-терры, я не знаю, очень высокая температура. Мне кажется, там живых организмов просто не может существовать. А вот некоторые планеты от Полифема, то есть луны, да, его луны. Обратите внимание на такие луны, как Гелос, Пандора, Кельт, Иллирий и Гал. Собственно, в особенности Пандора и Кельт. Здесь могут быть, могут существовать какие-то живые организмы. Ну, во всяком случае, Пандора это уже подтвержденная, это уже подтвержденная луна, на которой существует НАВИ. Да. Что можно сказать по Пандоре? Ну, собственно, все это происходит в нашей галактике Млечный Путь. Масса составляет 0.72 земной. Диаметр у нас... Так, где? Ага, вижу. 11 435 километров. Вообще, по фильму, вроде было заявлено, что составляет 11 447 километров. Но не важно и ни факт, ни суть. В общем, не будем вдаваться в такие уж прям подробности. Да. Гравитация здесь у нас, по-моему, 0.8 G. Атмосферное давление практически схожа, как на планете Земля. Состав атмосферы это азот, кислород, углекислый газ более 18%, ксенон, метан и сероводород. Поверхностное давление 0.9 атмосфер. Так. Давайте потихоньку опускаться на поверхность. Здесь мы не увидим на Пандоре таких материков, как мы привыкли видеть на планете Земля. Да, привыкли знать. Здесь более такие разрозненные, раздробленные полуострова, острова. А тут нету как бы целых материков, я бы даже так, наверное, сказал. Я хочу сейчас опуститься на поверхность и посмотреть на газовый гигант, на Polyfem. Ого. Представьте, мы в мире Аватара. Невероятно. Так, посмотрим на Дневное Небо. Это первая звезда, и звезда у нас Толеман, Центавр-Б. Отлично. Ну, а вот тот самый газовый гигант, Polyfem. 13 планет, одна за жизнью. То есть, это Пандора. А, вот. Пожалуйста. Да, мы видим на горизонте две звезды. Удивительно. Это было бы очень классно, честно вам скажу. Ригель Кентавра. И звезда Толеман, Центавр-Б. Невероятно. Давайте, наверное, сейчас чуть промотаем время. Посмотрим на закат одной звезды. Но, так сказать, в ночном небе мы будем видеть еще одну звезду. Признаться честно, то она бы, казалось бы, нам стоя на данной планете в 10 раз больше, чем Луна. Здесь было бы достаточно ярче. Растительности. Не хватает растительности. Надо было бы специально накидать вам некоторые моды на растительность, чтобы больше представлять себе систему Аватара. Но, тем не менее, это здорово смотрится, это круто. И, кстати говоря, досмотри ролик до конца. Мы попробуем с Пандоры рассмотреть планету Земля. Можно ли нашу звезду Солнца... Да, вот так будет вернее. Можно ли будет звезду Солнца увидеть с планеты Пандора? По спутникам у нее очень все интересно. Повторюсь, давайте посмотрим. По Тулейману мы можем пройтись в каком-нибудь последующем ролике. Планета Кельт. Меня очень это тоже интересует. Это Пандора. Умеренная морская атера с жизнью. Но вот... Луна Кельт. Умеренная морская афирия. Мне интересно. Что представляет из себя данная планета? Кто смотрел второго Аватара? Как вы думаете? Там такие же живые организмы, да? Водный мир? Может быть там чисто водный мир? Не то, что на Пандоре? Итак, заход второго Солнца. Второй Звезды, простите. Да. Луна Дем. Да, здесь огромное количество лун. Их целых восемь. Да, это классно. Вы спросите, наверное, почему Пандоре удается удержать такую плотную атмосферу при малой массе. Да потому, что она вращается между двух радиационных поясов полифема, отражающих основную часть солнечного ветра. Который в противном случае сдувал бы атомы верхних слоев атмосферы. Ну и в таком случае, если бы на Пандоре и возникла жизнь, она, скорее всего, оказалась бы какой-нибудь микроскопической, я думаю. И никогда бы не развилась до таких масштабов, как ее сделал Джеймс Кэмерон. Так, восход первой Звезды. Увидим ли мы восход второй Звезды? Представляете, да? Увидеть два восхода за день. Звезды, это, блин. Только такое на Пандоре можно увидеть. Угу, да-да. А если вы захотите узнать больше, то, в принципе, пишите комментарии. Мы можем и стримчик по этой системе запустить. Почему бы нет? Все-таки мод от Родригеса на 3D-облака очень прямо-таки приумножает, наверное, так сказать, естественность, натуралистичность Space Engine. А вот и восход второй Звезды. А вот и восход второй Звезды. Давайте найдем какой-нибудь отдельный остров. Представьте, что именно здесь, ага, где-нибудь, да, вот на этом полуострове, Нави, Джейк со своей семьей переселились куда-то именно сюда. и нашли другое племя. Невероятно. Это классная система, на мой взгляд. Она до сих пор останется самой эпичной и крутой в Space Engine. Ну что же, если понравился данный ролик, обязательно ставь пальчик вверх и пишите в комментариях все, что я вас спрашивал в ролике. Мы можем все это подробнее рассмотреть. Всем новых открытий и путешествий Space Engine. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем.